Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Традиционный вопрос, как прошли выходные, надеюсь, что очень хорошо, потому что самое время нам заступать в нашу очередную полноценную торговую пятидневку, как торговую смену и, разумеется, как и всегда, следить за тем фундаментом, который появляется, за теми событиями, которые стоят на повестке каждого дня, поскольку именно в новостном фоне мы ищем объяснение той динамики, которую показывают активы и, соответственно, ищем подсказки относительно того, как по инструментам, особенно тем, которые находятся в нашем поле зрения, собственно, торговать дальше. Начнем мы традиционно сегодня с нашего привычного актива нефти, но прежде хочу воспользоваться ситуацией, анонсировать очередной вебинар, правильный понедельник, который состоится сегодня в 16.30 по московскому времени, где мы еще раз разберем основные события прошлой недели, то есть, если у вас не было возможности смотреть брифинги, не беда, поскольку мы пробежимся, опять же, по всем отчетам и посмотрим, каким образом они отыграли себя и отработали в динамике активов. Посмотрим на те события, которые на повестке этой недели, на что нужно будет обратить внимание и что имеет, обладает потенциалом повлиять на тот же самый доллар, либо наши основные рисковые инструменты, на которые мы делаем наибольший акцент. Поэтому в 16.30 по московскому времени с огромным удовольствием вас всех будут там наблюдать, особенно тех, кто еще ни разу не посещал этот вебинар. По поводу времени, как и всегда, я открыт для предложений, думаю, что время подходящее, вроде бы как и опроса проводили, какой-то особой критики не было. Но если окажется, что есть потребность все-таки собираться чуть позже, я готов пойти вам на встречу, поскольку прежде всего для меня ключевая задача – это проводить вебинары в наиболее подходящее время, поскольку они, прежде всего, предназначены для вас. Ну а сейчас давайте не терять времени, перейдем сразу к бренду, тем более, что у нас сегодня с открытия недели не будем загадывать, но все-таки есть надежда увидеть то, что бренд одумался и уже понемногу снижается. Дальше будут ценовые значения пониже. И также есть позитивный тренд, по сути, пока что не тенденция, локальное восстановление, но оно очевидно на азиатской торговой сессии в паре USD и иена, конечно же, восстановление доллара. Очень хочется, чтобы эта динамика была сохранена и дальше, и вслед за азиатской торговой сессией мы подхватили ее, соответственно, в Европе и в США, и протащили на протяжении не только даже этой недели, но, может быть, заходом уже на более долгосрочные ориентиры, потому что мы хотим видеть бакс гораздо дороже текущих ценовых значений. И понимаем, что именно от силы доллара сейчас зависит и пляшет поведением многих прочих инструментов, в том числе и нефти. Итак, класс торговой сессии пятницы по бренду 50.73. Сейчас мы видим то, что бренд подхватил коррекцию пятницы, продолжает снижаться, уже котировки 50 с небольшим, но я практически не сомневаюсь, что мы вот-вот пробьем поддержку 50 и, может быть, закрепимся еще ниже. Вспомним ключевые факторы поддержки для черных золота. Во-первых, это слабость доллара, которая была совершенно очевидна на протяжении всей недели. Во-вторых, это статистика по запасам нефти, которая в этот раз поддержала бренд и ценовые позиции энергосырья, поскольку запасы снова снизились, якобы указав на повышенный внутренний спрос. Ну и, конечно же, ключевая, может быть, наиглавнейшая идея, помимо динамики доллара, это обсуждение и фактически даже надежды на то, что на встрече в Алжире, которая состоится в конце сентября, то есть через месяц, нефтедобывающие страны смогут выработать какую-то компромиссную позицию, прийти к общему знаменателю и либо снизить совместно солидарный объем производства, либо заморозить выработку на текущих ценовых значениях. Теперь, что касается торговой сессии пятницы. Здесь сразу же в игру вступило несколько факторов, которые, собственно, и стали причиной уже обратной тяги. Во-первых, это, на мой взгляд, и хочется в это верить, переосмысление последних комментариев Ирана о том, что этот регион не будет поддерживать никакие инициативы, которые предполагают сокращение производства. Как вы помните, поскольку у них есть уже собственный ценовой ориентир, целевой по производству 4 миллиона барреля, может быть, даже повыше, до тех пор, пока они до него не доберутся, разумеется, собственноручно сувать палки в колеса, в том числе и потенциальные загрузки собственных нефтепроводящих заводов, которые имеют очень важное значение для бюджета, они не будут. Поэтому, если нет позиции Ирана, не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы понять, что и Саудовская Аравия тоже не поддержит, несмотря на то, что этот регион является инициатором подобного рода предложений. В пятницу еще Нигерия озвучила обеспокоенность и опасение за то, что таких компромиссных решений не будет. То есть, Нигерия, в принципе, разделяет ту позицию, которую придерживаются сейчас и медведей. И то, что встреча будет абсолютно безрезультатна. Второй фактор давления на позиции нефти – укрепление доллара, которое еще более очевидно сейчас. И, как я уже отметил, есть надежда на то, что такая тенденция будет продолжаться и дальше. Ну, в общем, посмотрим, как доллар поведет себя, в том числе и против японской валюты. Я считаю то, что именно USD иена сейчас является в качестве валютных пар таким барометром дальнейшей динамики доллара, поскольку позволяет на фоне отсутствия каких-либо серьезных решений, даже уже ожиданий, мы не верим ни в интервенции со стороны Банка Японии, ни в изменения монетарной политики, полностью сфокусироваться на фундаменте именно американского происхождения. Поэтому ключевым триггером движения этой пары как раз являются фундаменты США. И раз доллар растет, значит, есть основания для этого роста. Тем более, когда мы перейдем к этой валютной паре, я расскажу о том, что же это за основания. Следующий момент, который является причиной коррекции цен на нефть, это статистика по количеству платформ нефтяных буровых, которые специализируются на сланцовом разведывании. Отчет от Беккер Хаджес, который вышел в пятницу и подвел итоги позапрошлой недели. Так вот, количество платформ увеличилось до 460-390, то есть плюс 10. И логично было ожидать то, что количество платформ продолжит расти, особенно на фоне столь высоких цен на нефть, которые показывают сейчас и бренды WTI. И можно отметить то, что за прошлую неделю ралли, которое мы наблюдали на рынке энергоисосов в плане роста, оказалось самым значительным за последние полгода. И вот что касается нефтяных платформ, сейчас мы уже выше 400 штук. И получается, последний раз выше 400 было у нас, по-моему, в феврале 2016 года. Я думаю, что эта тенденция будет дальше разворачиваться, и, соответственно, эта тенденция не просто сохранится. Может быть, мы увидим даже более динамичный прирост, и, соответственно, выйдем в ближайшее время на количество платформ свыше 420. Еще выше. Коснемся максимальных значений за весь 2016 год, а там пойдем уже на цифры, которые мы наблюдали в 2015 году. Соответственно, количество платформ сейчас возвращает на рынки основу разговоры о перенасыщении. И я думаю, что они абсолютно оправдны. Тем самым мы можем пока что даже не делать акцент на общее производство в рамках мировой экономики. Хотя знаем, что и со стороны ОПЕК растут объемы производства в некоторых регионах исторические максимумы. Вот, кстати, в Саудовской Аравии также исторические показатели по производству. Может быть, это также является еще одной причиной, чтобы уже наверить трейдеров на определенный скепсис в отношении договоренностей, которые возможны в Алжире в конце сентября. Поэтому мы продолжаем ставить на рост предложения, на перенасыщение рынка. И у нас подкрепляется эта идея еще недостаточным спросом, поскольку в ходе торговой сессии в пятницу стало ясно, что спрос на энергоресурсы со стороны Индии УПА практически на 2,5%. До этого у нас был Китай, минус 0,5% причины снижения импорта. Во-первых, это достаточные, наверное, внутренние резервы, так будет правильно. Во-вторых, это слабости этих экономик, которые подтверждаются очень плохими показателями по ВВП. Слабость всей мировой экономики. И еще кто-то делает ставку, я думаю, что она не лишена смысла, на сезонные факторы, связанные с закрытием нефтеприабатывающих заводов на сезонное техобслуживание. Поэтому, если эту тенденцию сейчас взять в руководство и следить за этими показателями, я думаю, что у нас нефти будет становиться все больше и больше до конца 2016 года. И на фоне слабости мировой экономики у нас по-прежнему вот этот ключевой фундамент и фактор, он остается определяющим и превалирующим. Поэтому я надеюсь, что та коррекция, которую мы видим сейчас, это не случайность и не технический отскок после тестирования сопротивления 50 долларов за баррель, который очень быстро превратился в поддержку. Это все-таки адекватная реакция на тот фундамент, который сейчас имеет место быть. И постепенное разочарование касательно тех договоренностей, которые могут иметь место быть в конце сентября по факту встречи нефтедобывающих стран. В общем, негатива по-прежнему хватает и я рассчитываю на то, что этот негатив фундаментального характера позволит бренду не просто сейчас тестировать поддержку 50, а закрепиться гораздо ниже. Доллар-рубль. Сейчас котировки 64.18. Видим то, что вслед за ослаблением нефти рубль также стал весьма активно девальвироваться при сохранении подобного тренда. Мы сможем забраться по паре выше 65 и там колебаться, я полагаю, в течение длительного периода времени, поскольку выборы в Думу у нас все ближе и ближе. Плюс ко всему стоит отметить, что налоговый период как фактор поддержки, вот на этой неделе уже сойдет на нет, поэтому позитивных моментов будет все меньше и меньше для рубля. И высокая степень корреляции связи с энергоресурсами снова станет доминирующей и определяющей. Поэтому не будем останавливаться сейчас на возможном объяснении каких-то альтернативных движений по паре USDRAP. Я считаю то, что вы уже заряжены на то, что пара должна стоить выше 65. Нам осталось только этого дождаться. Евро против доллара 1.12.81. Сейчас котировки с локального хая 1.13.65. Получается, пара уже потеряла около 80 пунктов. Давление на евро сейчас сохраняется. По причине, конечно же, укрепления позиций доллара. Потому что до этого мы объясняли именно ралли и повышенный спрос на евро слабостью американской валюты. И слабость американской валюты привела, соответственно, к укреплению японского валютного актива и снова выпечила качество евро как защитного актива валюты фондирования. Сейчас это уже не так интересно в плане того трейдинга, который должен локально разворачиваться. Из статистики на прошлой неделе самый важный отчет, на который нужно было сделать ставку, это индекс потребительских цен. Но, как уже показала действительность прошлой недели, этот отчет не дотянул до наших пессимистичных ожиданий и все-таки больше порадовал, поскольку индикатор подрос до 0,2% в годовом выражении. Но я снова сделаю акцент на то, что, несмотря на рост символичный, незначительный индекс потребительских цен, уровень инфляционного давления находится на около нулевых отметках. И стоит только Brent все-таки фундаментально развернуться, вы понимаете, что это приведет и к соответствующим коррективам, показателях инфляционных ожиданий. А если инфляция у нас снова окажется рядом с нулем, а месячным же, почему, у нас уже на минусовой территории минус 0,6%, тогда Европейский центральный банк в ходе следующей конференции снова коснется рисков низкой инфляции и будет отвечать на вопросы того, что же может сделать, чтобы решить эту проблему и не допустить ее расползания, превращения в системный риск. Мы знаем то, что эти действия подразумевают экономические стимулы, поэтому каждый раз, когда мы говорим про политику Европейского центрального банка, мы отмечаем ее мягкости. О жестких комментариях пока речи и быть не может. Поэтому только на одних ожиданиях. Пара евро-доллар – это долгосрочная идея, которая связана с ослаблением евро против американца, поскольку в основу этого трейдинга закладывается контраст монетарных политик. ФРС у нас не смягчает монетарную политику, а подготавливает рынок именно к следующему повышению процентной ставки, в отличие от ЕЦБ, который может снова корректировать как ставки по депозитам, тем более, что есть ориентиры даже в рамках Национального банка Швейцарии, есть куда их снижать. И к тому же мы до сих пор не знаем, каким последствиям в конечном счете, спустя пару кварталов, может быть даже год, приведет выход Англии состава ЕС. И дальше больше интересует не тема, связанная с последствиями самого выхода и автономии Англии, а тема, удастся ли сохранить Европейский Союз без Англии в том составе, в котором он есть сейчас. Судя по периодически появляющимся комментариям о подготовке референдумов со стороны других стран, я думаю, что Англия это только первая ласточка, которая стала как раз первым новостным фоном, позволяющим полагать, что Европейский Союз, он, наверное, продолжит валиться и дальше в плане своей целомности. Поэтому рисков для евро хватает. Мы понимаем, что если евро растет, то это исключительно поддержка слабого доллара, либо укрепление позиций японской валюты. Сейчас, по крайней мере на азиатской торговой сессии, мы видим, что ни первый, ни второй пока фундамент этот не поддерживает. Но продавать евро сейчас тоже очень рискованно. Если хотите рискнуть, ради бога, пожалуйста, эта идея может иметь больший потенциал успеха, чем сейчас попробовать сыграть на ее восстановление. Но вот, чтобы я присоединился к идее по распродажам евро, как я уже отмечал, нужно дождаться снижения пары в район 1.11 и уже оттуда рискнуть. Фунд против американца. Сейчас торгуется на отметке 1.3051. Хай был на уровне 1.3185, то есть уже около 150 пунктов. Мы видим потери и давление на британцев сохраняется. Вы помните, что на прошлой неделе у нас было очень много отчетов английского происхождения и статистика, в принципе, поддержала фунт. Поэтому он и смог добраться до столь высокого уровня, явно неоправданного для фунта, учитывая последние политические форс-мажоры. Но мы не позволяли себе рассчитывать на то, что этот позитив будет продлен и дальше. Понимали, что глубинных экономических системных рисков куда сейчас больше. И в пятницу со ссылкой уже на официальные источники Англии пришло такое молнии сообщение о том, что инициирование 50-й статей Лиссабонского договора, то есть дорожная карта, которая четко прописывает процедуру выхода из состава Европейского Союза, затягивается. Поэтому мы можем сейчас говорить о том, что Англия вроде бы как уже не член Европейского Союза, но еще и не отделилась. То есть рано еще говорить о тех негативных моментах, которые могут возникнуть. Об этом можно будет говорить только после того, как 50-я статья будет принята. И скорее всего произойдет это не раньше конца 2016 года. Сейчас наша задача следить за статистикой, ориентироваться на политику и действия Банка Англии. И мы помним то, что даже несмотря на ожидания неплохих отчетов, даже несмотря на то, что статистика последних недель подтвердила то, что неопределенности здесь с Брекзитом не сказалось ни на потребительской активности, ни на состояние рынка труда, мы должны понимать, что политика Банка Японии будет оставаться, точнее Банк Англии будет оставаться мягкой. И мы с вами ожидаем как минимум еще одно снижение процентной ставки уже по итогам следующего заседания. И если это случится, фунт против американца окажется ниже поддержки 1,28. Это наша ближайшая цель, до которой мы пока не добрались, но доберемся. Доллар японская иена 184. Сейчас в котировке видим то, что доллар сегодня и открытие с ГЭПом против японца. И дальше продолжает расти. Я надеюсь, что мы сможем закрыть в ближайшие дни выше 101 иены за доллар, нацелиться на тестирование 102 и уже оттуда будем активно покупать американца в надежде на то, что он вернется снова к сопротивлению 105 иен против доллара. Что касается факторов поддержки, я думаю, что рынок все-таки осознал наличие оснований для приобретения американского актива, поскольку в целом статистика, если отчасти закрыть глаза на индекс потребительских цен, вы помните, мы его подробно разбирали и в принципе нашли там основания с ожидаемым ростом расходов и цен на услуги, то, что этот индикатор может вырасти в будущем. Сейчас еще и цены на нефть недалеко от 50-50 долларов за баррель также будут спустя месяц подогревать небольшой прирост этого индикатора. Мы знаем то, что по факту озвученных протоколов мнения разделились 50 на 50, это хорошая динамика, поскольку совершенно очевидно, что дальнейший перевес, либо в пользу тех, кто ратует за повышение ставки, либо в пользу тех, кто выступает против, будет зависеть от следующих выходящих макроэкономических отчетов. И на этой неделе у нас заказан товар длительного пользования и годовые данные ПВП, очень сильные макроэкономические отчеты. Если они не подведут, то, соответственно, перевес уже начнет смещаться в пользу тех, кто выступает за еще одно повышение процентной ставки. И на самом деле таких представителей среди голосующей элиты много. Вспомните слова Дадли Локкарда, которые говорили очень много про восстановление рынка труда и отметили то, что не нужно еще ставить крест на темпах восстановления и роста американской экономики. И стоит всецело полагаться на то, что третий квартал сможет по позитиву полностью нейтрализовать негатив первых двух. И, соответственно, настроить уже американский регулятор на решение по нормализации денежно-кредитной политики в декабре. Нам нужно хотя бы одно повышение ставки и, прежде всего, это действие, это решение нужно самому доллару, потому что без него закрепиться, уверенно, выше отметки 100 против иены он не сможет. Что касается оппонента доллара иены, здесь у нас фон, связанный с ожиданиями валютных интервенций. Вы помните, что в пятницу мы активно разбирали эту ситуацию, отметив критику со стороны казначейства Соединенных Штатов Америки, которые внимательно сейчас следят за вот этими форс-мажорными, для кого-то порочными валютными практиками. И понимаем то, что не так просто сейчас будет японскому регулятору провести валютные интервенции, потому что в этом случае США сможет легко их обвинить в том, что они искусственно создают преимущество для национальных производителей через такие же искусственные корректировки курса. Поэтому мы сейчас будем руководствоваться только словесными высказываниями, но судя по позиции и судя по действию на курс влияния на курс иены, комментарии в Министерство финансов о том, что эти интервенции возможны, то есть словесное вмешательство рынка готов реагировать даже на слова, не дожидаясь решений. Поэтому USD иен у нас сохраняет потенциал для роста. Давайте смотреть исключительно на южные направления в пользу американца и ждать возвращения пары выше 102 иены против доллара. Также хотел отметить еще пару USDCAD, поскольку каналица активно теряет последние торговые сессии. В пятницу был мощный фундамент канадского происхождения ронечной продажи индекс потребительских цен. Розница просела на 0,1%, а вот что касается индекса потребительских цен, здесь также динамик, указывающая на то, что политика Банка Канады будет дальше оставаться мягкой, то есть возможность снижения процентной ставки по-прежнему актуальна. Годовой показатель индекса потребительских цен 1,3 против 1,5, месячное значение минус 0,2% против прошлого роста на 0,2%. Нам осталось дождаться только слабости нефти и мы очень быстро сможем по паре USDCAD забраться выше отметки 1,30, даже несмотря на то, что сейчас пара торгуется на уровне 1,29,20. Я считаю, что это прекрасная сделка покупки доллара против канадца сейчас, фундамент этому явно благоволит, тем более, что мы ждем еще и соответствующей поддержки со стороны потенциально слабых котировок нефти. Цель долгосрочная, даже лучше сказать среднесрочная, 1,32 сохраняет свою актуальность. Австралийск против доллара котируется на отметке 0,75,90, ждем, как и ранее, снижение ниже 0,75, хорошо, что отбились от сопротивления 0,77. Там было, конечно же, опасно торговаться выше, поскольку это создавало возможности для ухода уже в район 0,80. НЗД и USDCAD, то есть новозеландская валюта против доллара 0,72,18 и здесь также ждем возвращения ниже поддержки 0,70. Я надеюсь, что доллар нам в этом поможет. Кодовое слово на сегодня. Паровоз, величина бонуса 15%, действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Что касается важных событий, торговая сессия понедельника сегодня нам не подготовила ничего интересного в плане фундамента, но вот динамика уже говорит о том, что, которую мы видим на азиатской сессии, торги будут весьма интересными. И хорошо, что эти торги пока полностью соответствуют нашим ожиданиям. Ставим на рост доллара и ослабление рисковых инструментов и ждем соответствующего снижения котировок черного золота. На этом все. Большое вам спасибо за внимание. Не забывайте о том, что сегодня в 16.30 вебинар и не забывайте также о том, что весь видеоконтент доступен на нашем официальном канале на YouTube, куда я вас приглашаю зайти, подписаться на обновления и, соответственно, не только комментировать видео, но и ставить ваши лайки, имеющие очень большое значение, в том числе и лично для меня. На этом все. Хороших и прибыльных сделок, прекрасной торговой недели и попутного тренда. Всего доброго. До свидания.